Давай, Денис, среди кульцев у мяча. Нужно сделать хорошую подачу. Вторая его подача. И... Эх. Да, но надо сказать, что у Спартаковцев очень, конечно, хороший вратарь. Очень хороший конкурент у Владимира Бабанова. Ой-ой-ой. Неплохо. Как раз Ильдар неплохую передачу отдавал, к сожалению. Отлично. Здорово. Как раз Ильдар. Удар. Штанга. Ёлки-палки. Как же обидно, а. Очень обидно. Как отличный удар нанес Сергей Довлячин. Ох, ёлки-палки, а. Как же мы были близки к голу. Отлично, отлично. Вот. Итак, подача. Ой-ой-ой. Как же опасно. Как опасно. Сергей Довлячин. А быстрый розыгрыш. Виктор Жигалев. Александр Павлов. Отлично, отлично. Ну давай, Ильдар. Ильдар. Обыгрывает. Врывается в штрафную. Прострел. И... Очень опасно. Отлично сыграл Ильдар. Отлично. Вообще все отработали. Но, к сожалению, никто не успел замкнуть. Очень опасная передача. Да. Это, конечно, не вчерашний матч. Изобилует он опасными моментами. Причем в обе стороны. Так, бросает. Опа. Отлично, отлично, Александр. Давай, Ильдар. Эх, вне игры. Фиксирует арбитр. Ну и, наверное, он прав. Прав. Отлично. Ведут борьбу. Видно, что ребята наши заряжены сегодня. Да. Исторический шанс. Такого, конечно, еще не было. Угловой. Так. Подача низом на ближнюю. Здесь первый Александр Павлов. Ильдар Хусейнов с мячом. Отдает Сергея Давлячину. Сергей. Сергей. Да. Очень жестко относится арбитр к Сергею. Если честно, не совсем понятно, что ему не понравилось. Здесь, да, было легкое касание, возможно, но мы играем, в общем-то, в футбол. Расположенник к тюменцам. Опасная подача. Отлично играет Герасимов Тарас. Ой-ой-ой. Удар от ворот. Да, вверх забрали тюменцы. Было опасное. Небольшой, небольшой опасный отскок. Но, в целом, ничего нерешаемого для Владимира Бабанова не получилось из этого эпизода. Да, немножечко, немножечко сдвинулась игра. Давно тюменцы не беспокоили спартаковцев. И вышедшей группе игроков, наверное, надо немножко попробовать. Ой-ой-ой. Как же опасно. Ой-ой-ой. Да, это, конечно, это, конечно, было очень опасно. Перекладина спасает ворота. Спасает ворота. Да. В общем, обменялись мы уколами. И с мячом Евгений Трифонов, воспитанник футбольной школы Уралмаш. Сверхкали. Делает подачу. Ой-ой-ой. Как опасно. Но! Но! К сожалению, положение вне игры. Да, неплохой. Неплохой розыгрыш. Да. Ну, очевидно. Очевидный офсайт. Но радует, что тюменцы. Понервировали соперника. Болельщики Тюмени, конечно, огорчены. Увидев мяч в сетке, они были уверены, что это гол. Но знающие люди уже заметили поднятый флажок в руках арбитра. Отлично. Денис Боебородов справляется. Мяч у Виктора Жигалева. Жигалева. И отлично, отлично. Виктор отработал. Ильдар набирает. Прокидывает. И подача. Хорошая подача. Нет, к сожалению. Вратарь снимает вверх. Да, вратарь хороший у Спартака. Надо признать. Очень хороший пас. Очень опасно. Очень, очень опасный момент. Прощают нас спартаковцы. Прощают. Ну что. Теперь, наверное, наша очередь. Да. А между тем, Ильдар Хусейнов зарабатывает угловой для нас. И мы очень надеемся на него. Посмотрим угловой. Итак, мяч. Ну нет. Очень странный фол ставит судья. Наш игрок вроде бы спиной находился к вратарю. И каким-то образом умудрился якобы свалить. Ну ладно, опустим эту тему. Она ни к чему. Итак. Виталий Зотов отрабатывает. Ох. Очень опасно. Очень опасно. Вы все видели. Вы все видели. Мы пропускаем гол. Я не знаю, сколько времени осталось до конца матча. Ну что ж. Вариантов у нас немного. Нужно идти вперед. Ну что, мужики, давайте. Надо просыпаться. Может быть, все-таки футбольный бог вернется и немножко поможет нам. Ой-ой-ой. но футбольный бок сегодня не на нашей стороне да самые согласованные действия и вратаря и защитников ребята сбиваются на индивидуальные действия похоже все да если честно красная карточка до шансов на спасение все меньше да похоже эта точка эффектная точка эффектная точка в этом матче если бы мы сразу наверное решили евгений расчеткин отлично разбирается в центре передача вячеслав менов отдает центр и евгений забивает гол 3 1 ну давайте бывают разные чудеса бывают разные чудеса но конечно отыграть два мяча за оставшееся время а его похоже осталось немного очень опасный момент но только с помощью фола останавливают они нашего вратаря герасимов проигрывает борьбу и нападающий спартака ой 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 ну да конечно это все хороший нападающий фиксирует победу геленджика ну что ж мы поздравляем спартак из геленджика с победой поздравляем тюмень с серебряными наградами это большой успех да конечно неприятно неприятное окончание турнира но мы достойно сыграли это исторический успех я думаю что не стоит принижать его несмотря даже на такое чувствительное поражение в финале до спартаковцы ликуют центральном круге они собрались мы вторые мы благодарим всех наших болельщиков всех любителей футбола тюмени тюменской области и всех наших родных и близких за поддержку